Павел Кириллович Доброцветов, преподаватель Московской Духовной Академии, кандидат философских наук, кандидат богословия. Дорогие наши гости, дорогие отцы, братья, сестры, на мой взгляд, интересно проследить, какое место в глубокой и всеобъемлющей системе преподавателя Максима Исповедника занимают святые. Кого преподаватель Максим называет святыми, о каких святых упоминает, о ком чаще всего, в чем состоится сама святость, каков путь к ее достижению, в кого состояние святых в земной жизни, в посмертии, в жизни будущего века. В моем сообщении я постараюсь осветить эти вопросы и подвести некоторые итоги различных представлений преподавателя Максима Святых и святости из его сочинений. Для начала стоит отметить некоторую тенденцию. Мы с вами знаем и мы обычно привыкли для себя и правильно, правомерно совмещать представление о святых с церковью. То есть для нас святые – это святые в церкви. Преподаватель Максим Исповедник этот взгляд также повторяет, но в меньшей степени. Для него, когда он говорит о святых, на первый план выступает несколько иная, я бы сказал, категориальная пара – это святые и Бог. Для него святость в первую очередь состоит в богообщении и во втором случае – в общении церковном. Отметим для себя это лишь как некоторую тенденцию. Следует привести некоторую статистику употребления имен святых произведений преподобного Максима. Конечно, приводимые цифры не претендуют и на абсолютную точность, и на какую-то ярко выраженную представительность, но некоторую тенденцию, на мой взгляд, они отражают. Наиболее часто в произведениях преподобного Максима упоминаются имена ветхозаветных святых, как ни странно. Пророк Давид – 92 раза, пророк Моисей – 76 раз, праотец Авраам – 46 раз. Затем следуют новозаветные святые – апостол Петр – 36 раз, апостол Павел – 34 раза, Иоанн Богослов – 31 раз. Далее идут имена святых отцов церкви – Григорий Богослов – 39 раз, Святой Дионисий и Апогий – 26 раз, Святой Кирилл Александрийский – 25 раз, Василий Великий – 13 раз. Ниже приводимые высказывания показывают, кого преподобный Максим исповедник называет святыми. Он говорит «равным образом Моисей и остальные святые» или «и свидетельствуют святые Моисей, Давид и Павел» и тому подобное. Из данных статистики видно, что наиболее часто упоминаемые имена святых – библейские святые, а среди них – ветхозаветные святые. Такое соотношение может быть объяснимо отчасти тем фактом, что основной массив произведений преподобного Максима – это сочинения экзогетические, и в целом творчество преподобного Максима насыщено библейскими цитатами и весьма экзогетично. Упоминает преподобный Максим и святых отцов церкви в качестве вероучительного авторитета, ссылается на их высказывания, толкует их. Впрочем, делает это реже и по преимуществу своих амбиговых, а также догматико-полемических произведений. Жизнь святых и путь к святости. Можно отметить, что в рамках известной трехступенчатой системы духовного восхождения к совершенству, а именно практическая философия, естественное созерцание и мистическое богословие, святые для преподобного Максима на собственном примере осуществили этот подвижнический путь и достигли высшего сатериологического идеала обожжения. Поэтому к некоторым из них у преподобного Максима особое предпочтение. Например, Иов, Иосиф, Давид, благодаря их известному терпению и упованию на Бога, яркие представители так называемой практической философии. Авраам и Давид в особенности упоминаются преподобным Максимом при изложении концепции естественного созерцания. А пророк Моисей и апостол Павел, переживавшие таинственные события непосредственного мистического богообщения, в особенности важны в качестве примеров мистического богословия и мистике теологии. Практическая философия по учению преподобного Максима состоит из перенесения вольных и невольных аскетических трудов и подвигов. Вольные подвиги и труды, прежде всего, заключаются в добровольном отказе от наслаждения и страстей всякого рода, невольные испытания скорбей и достойного их перенесения. Тема праксиса, вот этой самой практической философии, деятельной философии, неразрывно связана также с духовной бранью против дьявола. Святые вели войну не с ближними или врагами, но постоянную духовную брань с нечистыми духами, нападающими на человека, и искушениями вожделения, и искушениями гнева, преследуя главную цель, демоны преследуют главную цель, отлучить святых от любви. По словам преподобного Максима, намерение Господа и апостолов его, с другой стороны, заключалось в том, чтобы возлюбить людей при исполнении сострадания к ним, притыкающимся, и ради любви вести непрестанную брань с лукавыми бесами. Что касается невольных скорбей и несчастья, попускаемых свыше божественным промыслом, то и здесь святые укреплялись в терпении, смирении, благодарении и уповании на Бога. Преподобный Максим много говорит о воспитующих наказаниях для святых. Он пишет так, если все святые были причастниками воспитующего наказания, то и мы, воспитываемые вместе с ними, возблагодарим Бога, чтобы нам удостоиться стать причастниками их славы. Своим перенесением невольной скорбей в земной жизни святые проявляют свои скрытые добродетели, в первую очередь терпение, а также одерживают победу над дьяволом. Испытание, по словам преподобного Максима, касается святых, чтобы их расположение к тому, что благо по природе через скорбь явлено было в жизни людей, открывая вместе с тем в себе неизвестные их добродетели, как это было в случае с Иовом и Иосифом. И всякие святых, недобровольно подвергаясь скорбям в этом веке, терпят это из-за каких-либо подобных целей божиих, чтобы они посредством немощи, коей представляется им от Бога подвергнуться, попирали гордеца и отступника дракона, то есть дьявола, и вообще терпение есть дело испытания у каждого святых и из святых. Важно отметить, что для преподобного Максима такая испытанность и искушенность в борьбе за святость и стояние в добродетели, возвели святых на еще большую ступень совершенства, нежели та, на которой находился первозданный Адам до грехопадения. Он пишет, те, кто были испытаны в искушениях и стяжали многоопытность, как, например, Иов, Иосиф и другие, такие же, как они, стали дороже чистого золота и выше того поистине золота, из которого был сотворен Адам, не испытанный искушениями и не понесший их. В результате аскетических усилий любви к Богу человек постепенно преображается, и даже страстные и неразумные стремления его природы облагораживаются и обращаются на пользу Бога угождения. Такие движения, низшие движения, как желание, наслаждение, страх, печаль, не исчезают, но становятся на службу высшему. У усердных добродетелей, говорит преподобный Максим, страсти становятся прекрасными, когда те, мудро отстранив их от телесных вещей, направляют их на стяжение небесных благ. Например, они желание делают стремительным движением духовного вовлечения к божественному, наслаждения, благодатной радостью деятельного освящения ума божественными дарами, страх, предохранительное помещение против будущего наказания за грехи, печаль, исправительным покаянием в настоящем зле. Короче говоря, подобно мудрым врачам, которые телом ядовитого зверяка и хидны уничтожают настоящее или угрожающее заражение, усердные в добродетели пользуются этими страстями для уничтожения настоящего или ожидаемого зла и для приобретения, сохранения добродетели и ведения. С другой стороны, преподобный Максим отмечает, что часто и сами святые выражают свое интенсивное чувство Богу на языке человеческих страстей и аффектов. Как известно, святость святых была совершаемой в них действием божественной благодати, но божественная благодать не отменяла страдательности святых как людей, поскольку, по словам преподобного Максима, логос естества и логос благодати отличаются друг от друга, поскольку ясно и очевидно, что как святые они творили чудеса в средстве благодати, а как люди они претерпевали страдания вследствие естества, ибо благодать не уничтожает страдательного начала естества, и логоса естества и благодати никоим образом не смешиваются друг с другом. Вышеупомянутые подвиги аскезы имеют цель, которую преподобный Максим относил, так сказать, к высшему достижению практической философии. Это бесстрастие. Это бесстрастие, сопровождаемое любовью к Богу, заключается в том, что душа, достигая его в своем внутреннем расположении, удаляется от тела и мира. И поэтому святые, достигнув этого бесстрастия, стали совершенно неуловимы ни для какого из докучеливых искушений, как вольных, зависящих от нашего собственного рассудка, так и невольных, независящих от нас. И следствием этого бесстрастия стало отречение святых от всех мирских привязанностей. Они представили себя странниками и пришельцами настоящей жизни, сохранили у себя достоинство души непорабощенным. И таким образом прошли век сей, нисколько не соприкасаясь душой ни с чем из того, что в этом веке есть приятного. Преподобный Максим пишет, что святые познали из созерцания творения не только учения о логосах сущности, то есть о том, что тварные сущности имеют своим началом Бога, они существуют сами по себе, но также и логосов промысла и суда, то есть того, что Бог печется о каждом из творений и ведет их подобающему концу. Уверились они, говорит преподобный Максим, что и промыслительным сущих является позданный ими создатель и Бог. И также они приобрели видение о невечности мира и о его конце, видение о будущем мира. Отметим в данном случае из созерцания самого мира, как отмечает преподобный Максим, это видение не стоит, на мой взгляд, смешивать с непосредственным откровением святым от Бога о событиях конца мира. Следующий пункт – это богочеловеческий идеал святости. Сущность святости преподобный Максим выражает в терминах своего богочеловеческого идеала взаимной любви и соединения Бога и человека, доходящего до некоего таинственного взаимообмена, соотносительного взаимовоздаяния. Преподобный Максим выражает известный христологический принцип Григория Богослова, получивший латинский эквивалент tantum quantum, то есть настолько, насколько. Он пишет следующее, приводованное Максиму по этому поводу. «Ибо человека и Бога называют примером друг для друга, и настолько для человека Бог по человеколюбию вочеловечился, настолько смыл человек по любви обожить себя для Бога». Это приобретается посредством добродетели. Добродетели уподобляют человека Богу и вселяют Бога в человека. Но добродетели не есть лишь только человеческое приобретение, поскольку их первоисточником является сам Бог Слово, и поэтому в строгом смысле человек является лишь причастником этих божественных добродетелей. Преподобный Максим говорит следующее, «Сущностью каждой добродетели является единое Слово Божие, а сущностью добродетели и сам Господь наш Иисус Христос». Так что о нем это говорится в абсолютном смысле, как о самопремудрости, праведности и святости. То явно, что всякие причастные добродетели по твердому науку в ней человек несомненийшим образом причаствуют к Богу как сущности добродетели. В контексте полемики с монофилитами важен был и вопрос воли, произволения во Христе. Косвенно этот вопрос имеет свое преломление в учении о святых. Преподобный Максим соглашается со своим монофилистом оппонентом Пиром, что у Бога и святых единая воля. Но не в смысле единства самой способности воления, поскольку очевидно, что святые остаются существами тварными, хотя и валящими. А в смысле единства предмета воления, благо и спасения всех. Единства как с Богом, так и между собой. То есть, иначе говоря, того, чего хочет Бог, этого же хотят и святые. Святые настолько прониклись божественной благодатью, что как бы припоручили свою волю Богу. И божественная благодать, или Бог, начинает править их жизнью, их человеческой природой, соизволяя или не соизволяя те или иные события их жизни. Так что они становятся как бы орудием божественной благодати. В частности, об апостоле Павле пишет преподобный Максим. Благодать Божия произвела святость апостола. И опять же, по соизволению благодати тело его осталось неподверженным страданию и не было умерщвлено ядом тварей. Также по соизволению благодати тело святого Павла под мечом, ибо оно не было по природе бессмертным, хотя и творило чудеса вследствие благодати. И поймем отсюда, что благодать Божия по домостроительству в отношении пребывающих под руководством промысла все совершает во святых, в живых и мертвых, промышляя о спасении других посредством них, как посредством собственных орудий. Святые через восприятие добродетелей в практической философии и ведении в естественном созерцании и таинственном богословии тесным и органичным образом соединяются со Христом, становятся его разумными обиталищами, а потому и своего рода проявителями Теофанторес, Бога и Христа для прочих людей. К примеру, Дионисия Ареапагита и Григория Богослова преподобный Максим величает так, как «святых, прихвальных, блаженных мужей, поистине избранных свыше, приявших в себя все воистину возможное для святых излитие премудрости, и сего ради живущим в себе единого Христа, приобретших, и скажу даже больше, на это хотелось бы акцентировать внимание, душою души для них ставшего, и посредством всех их деяний, слов и разумений всем являющегося». Почему это как бы и не их уже предстоит нам послушать, а Христа, себя по благодати имя представившего. И восприемление невидимой для человеческого чувства и разума добродетели Бога, приобретаемой через их познание и уподобление им святые, становятся живыми иконами Христа, чувственными изображениями духовного и безвидного Бога. «Проявляя невидимого по природе Бога посредством добродетели, или становится его глазом на земле, ибо, по словам преподобного Максима, глаголит Бог и в каждом цветом, хранящем заповеди его, как бы являя через дела святых живые словеса, которые громче всякого глаза». Субтитры создавал DimaTorzok